Вы хотите стать рэпером? Я хочу изменить мир. Вся правда в первом художественном фильме о Тупаке Шакуре. Если меня убьет, я хочу, чтобы люди узнали, как все было. Тупак. Легенда. В кино с 27 июля. Что произошло с Честером Беннингтоном из группы Линкен Парк? Чем всех удивили Гуф и Тимати? Получилось ли у Тифеста выпустить новый хит? Под чем группа Турбина Туриста создает новый материал? Обо всем этом расскажу сегодня вам я, Игорь Еремин. И мы начинаем. Это билер, я волку на дыру, буду плеть на луну. Про время, что упустил и что изменил бы, но не могу. В своей памяти я тебя искать, но не найду. Как в песочной воде, без крайней пустыни моря. Мурок. Мурок. 41-летний Честер Беннингтон фронтмен группы Линкен Парк покончил с собой. Такая новость облетела все мировые СМИ в четверг. Причины, толкнувшие артиста на такой поступок, пока неизвестны, и вряд ли они когда-нибудь станут ясны до конца. Но многие связывают случившееся с другим самоубийством, которое случилось в мае этого года. Тогда счеты с жизнью свел близкий друг Честера, Крис Корнелл, который был фронтменом группы Саундгарден. В минувший четверг Корнеллу исполнилось бы 53 года, и именно в этот день решил покончить с собой Честер. Успело музыкальное сообщество отправиться от известий о кончине Продиджи из Моб Дип, как ровно через месяц всех поразила новость о смерти Честера Беннингтона. И если Продиджи был больше культовой фигурой для внутрихип-хоповой, то совки, то Честер с Линкен Парк получил признание далеко за пределами одного жанра. Об этом также говорят тысячи твитов и постов в Твиттере и Инстаграме со словами скорби как от рок- и рэп-звезд, так и от поп-артистов и звезд телевидения. Среди них многое звезд отечественной рэп-сцены. К слову, Эл Ван, узнав о кончине Честера, отдал дань уважения ему трогательным постом и трибютом во время своего концерта в Геленджике, а также почтить память исполнителей легендарной группы собрались сотни человек возле мемориала Честера у посольства США в Москве. Мы также выражаем соболезнования семье артиста. Покойся с миром, Честер! Вот и вышла долгожданная, или не очень, но все же шумная совместная композиция от двух тяжеловесов русского рэпа Тимати и Гуфа. Кадры со съемок клипа мы могли лицезреть еще две недели назад, и неожиданно для всех исполнители решили сначала опубликовать трек, а в скором времени уже догонят видеоработой. Ну что ж, когда артисты шли на это, каждый из них понимал, как масштабно разлетится сие творения, и должно было выйти то, что просто разорвет всю новую и старую школу. Как минимум, мы на это надеялись. Увы, но приятным словом можно выделить только куплет Гуфа, который в строчках, грубо говоря, сразу же оправдывается за этот фит, когда Тимати моментами вообще забывал рифмовать, или же рифмовал на глаголы, как сейчас модно. Да и припев, вроде «Серьезные дяди работают над песней», но неужели никто со стороны не мог сказать, что хук, мягко говоря, звучит слабо? Но, как я сказал выше, Алексей Долматов спас этот фит, и зачитал очень мудрые строки про два разных слоя одного поколения. Думаю, вы сами знаете, кто к какому относится, но смешно смотреть за реакцией многих слушателей, которые гоняют в плейлисте таких фриков, как Фейс, Рил Пил и многих других, а тут им, видите ли, что-то не нравится. Но вы уж определитесь, в какую сторону направляетесь, а мы пока ожидаем хорошего клипа, который обещает быть весьма шумным. Мир полон слухов, и нехваткой внимания я не болею. Это не совместно с лучшим другом, это два разных слоя одного поколения. Я не из Блэкстара, и вообще записываюсь только с близкими. Я из подворотина арок, и не выступал никогда в Олимпийском. Я далеко не подарок, и не совсем понимаю, что я тут забыл, но что-то мне подсказало, что могут прокачаться обе толпы. Многие говорят, что у нас слишком много модных ребят в выпусках. А где же андеграунд и подземный звук? Так вот он, исполнитель Blow Double Murder, представил микстейп Blaze of Space. Это вязкий, харизматичный флоу, пропитанный мраком и агрессией, сотрясающей подземку столицы. Это уже четвертый по счету релиз от участника группы Hayes Killas, в которую также входит Диверс из Легиона. Ожидайте их бутлек из восьми треков, ведь автор нескольких битов никто иной, как Алкс Битц, который активно пишет минуса для Сиды Рэма, Славы КПСС, Ильюхи Фога и многих других. Я вызываю снедорэп, как Фудерлех из Мутной Глуби. Это месть дементоров и едкой руны фури. Мы векто будем будней. Для Blow Double Murder основными источниками вдохновения стали такие группы, как Оникс, Нонфиксион, Террорсквод. Уловили направление. Старички и любители трускульного рэпчика явно заценят данного персонажа, а не любители подобного могут просто разбавить свой фреш-плеер. Не слушать же им только песни под автотюном. Наверху мерцает свет, ум проник сюда, как дым, чтобы дать ответ. Руки в крови и забыли, что такое милость. Пусть теперь жарится в аду, это долго длилось. Три пули в голову, вот это шесть. Он называет себя 46. Предсмертный крик разрезает воздух. Небесный свет, как объект неопознанный. Ти-фест, которого наши, да и не только наши зрители и подписчики, всегда ставят в пример. Когда речь заходит о байте, решил показать всем, чего он стоит. И, мягко говоря, взял и поднагнул наш любимый русский рэп в известную позу, дабы доказать, кто тут на самом деле самый интересный новичок. Слышишь? Я не могу тебе дать то, что ты хотела так получить. Я лишний в этом сладком мире. Улети и не вспоминай меня. Улети и не вспоминай меня. Улети и не вспоминай меня. Пока многие напрягаются в поисках очередного байта в новой песне «Улети», мы выкручиваем звук на максимум, улетая на зов Кирилла. При этом не забывая наслаждаться сочной картинкой видеоряда, ведь давненько нас не радовали таким клипом, при взгляде на который не хочется его выключить уже через 10 секунд. А в совокупности с треком видео переплетается в новый потенциальный хит, который вполне может потягаться за место в хит-парадах. Эх, не устаем благодарить Шока за то, что в свое время пропиарил Ти-феста и показал его огромнейшие публики. Глупо отрицать, но если бы не Дмитрия, вряд ли бы все сложилось именно так. Яркий участник четвертого сезона In The Battle и финалист Goal Battle Slims, что сейчас занимается сведением треков, кидает людей на деньги. Мы просим абсолютно всех максимально распространить информацию, чтобы никто больше не попался на уловки мошенника, тем более сейчас проходит масштабный независимый батл. Больше полугода данный персонаж кормит человека завтраками и не отдает 12 тысяч рублей. И не нужно называть это пиаром, ибо кому нужен такой пиар? После такого ни один адекватный человек не будет к нему обращаться, и вопрос все так же остается открытым. Где деньги или треки? Позор! Группа Турбина Туриста решила активизироваться перед осенним концертным туром и выпустила клип на композицию «Черепаший суп», в которой творится полнейший беспредел с наикрутейшими декорациями и костюмами, но предупреждаем сразу – зрелище не для слабонервных и очень тяжело воспринимается, если смотреть на это с серьезным лицом. Микеланджело нудист, эксгиби целый лиц, на учете в диспансере заключение целый лиц, ползменил, срезал, хуй, ставил имплантанты, это так хуёво, когда братья-мутанты! Хотите услышать, как я читаю рэп? Ай, да кому это интересно, лучше послушайте новый релиз типа модного под названием «Стикер Пак». Слышите качественное звучание? Да потому что на этот же микрофон и я записывал несколько последних выпусков «Рэп Ньюз». Обязательно послушайте этот альбом. Окси Мирон в своем инстаграме залил в историю отрывок нового совместного трека с Маркулом, который, судя по всему, выйдет совсем скоро. Это так на Мирона не похоже, видимо перед Олимпийским от него выйдет очень много материала, а может и нет. Но то, что он не забывает о своих друзьях и проталкивает тусу «Грин Парк Гэнг» в массы, очень радует. Кристал Курьер решил экранизировать свой запылившийся бэнгер, слова из припева которого вы будете напевать еще долгое время. Но с клипом Кура явно перестарался, и фанаты вряд ли ждали такого, но все же с этой работой стоит ознакомиться. Бульвар Депо выпустил долгожданный альбом Sweet Dreams, который состоит из 10 композиций, а на один из треков со своим куплетом залетел фараон. Новый релиз — это все тот же депрессивный Бульвар Депо, который передает всю эту атмосферу не только текстами, но и звуком. Ну а на этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok